Привет! В ближайшие несколько минут о главных новостях из мира видеоигр за прошедшее время. Привет-привет! Вчера вечером была анонсирована новая игра во вселенной Warhammer 40 000 под заголовком Storm of Vengeance. Сообщается, что это будет стратегия, где ровно 100, внимание, Dark Angel Space Marines обороняют одну планету. Игра выйдет на PC и мобильных платформах, а делает ее студия U-Technics, известная по куче гоночных игр, а также мобильная стратегия Ninja Cats vs. Samurai Dogs. Разработчики уточняют, что речь идет о так называемой Lane Strategy. Возможно, что-то подобное вы наблюдаете на своих экранах прямо сейчас. Судя по всему, о большой игре речи не идет, но подробности по-любому выясняются, а релиз назначен на начало следующего года. Рекордную сумму разыграли на турнире по Counter-Strike Global Offensive в Швеции. 100 тысяч долларов сумел выиграть на турнире серии DreamHack шведская команда Fnatic. В финале они обыграли других шведов команду NIP, которая, кстати, скоро стукнет 15 лет. Для киберспорта это очень большой срок. Призовой фонд турнира стал рекорден для CSGO, но что и говорить, с призовыми миллионами на турнирах по Dota и Lolo это не идет ни в какое сравнение. Но в CS все же есть свой шик. Взять тех же NIP, которые в финале проиграли, зато это единственная киберспортивная команда, в честь которой назван Burger в шведском McDonald's. Ну и напоследок немного о новом поколении консолей. Как известно, нормальные игры есть на PS4 и на Xbox One. Особых шедевров пока не выходило. Ну и еще есть третья категория игр. В нее входят худшие на данный момент игры нового поколения. Мы сверились с цифрами на сайте MetaCritic и вот что получилось. Например, говорят, что на PS4 мало игр, но с другой стороны пока что самый слабый проект для этой консоли это NBA Live 14. Печальное возвращение баскетбола от EA Sports со средним баллом 48. Также пресса прошлась по платформеру NAC. Портал Edge, например, поставил игре 3 балла из 10. Он так любит. А мы, кстати, не нашли в этой игре ничего преступного. Что до Xbox One? Не лучшие оценки получили игры Local Cycle. Та самая, что про парня, привязанного за ногу к спортивному мотоциклу. А также Crimson Dragon. Еще одна попытка сделать симулятор драконов. Но все рекорды побила другая игра. Fighter Within имеет на MetaCritic средний балл 25. На эксклюзиве для Xbox One пресса поупражнялась волю, написав больше 20 сугубо отрицательных рецензий. Известные любители пожестить Edge на этот раз решили не отсвечивать и поставили игре 2 балла, как и все остальные. А вот я бы геймер сужелел и этого. По итогам рецензии с применением ненормативной лексики игре поставили Call, а также поставили на вид компании Ubisoft. Мол, стыдно вообще такие игры издавать. Мы, честно говоря, заинтригованы всеми этими оценками и сами ждем случая попробовать Fighter Within, да и другие игры для Xbox One. Но вообще, в качестве альтернативы все еще есть Xbox 360. Тем более, что в России Xbox One еще официально не запущен, а цен рецензеров далеки от адекватных. Так что будьте осторожны, игры для новых консолей есть, но разные. Так сложилось исторически, о чем подробнее читайте у нас на сайте. Ну и последок по-настоящему хорошая, приятная новость. В честь создателя серии Гран-Туризма Кудзунори Ямаучи назвали улицу. Улица эта находится в испанском городке Рондо, где на днях прошла презентация Гран-Туризма 6. Говорят, что по соседству с улицы Ямаучи также находится улица Эрнеста Хемингуэя. О скидках даже не спрашивайте, просто идите в Steam, там опять что-то продают за копейки. Ну а у меня с новостями все. Смотрите нас на ютабе, читайте букву «Проигрываю» на gamebox.ru. Пока!